Народ, всем привет! У нас улица Шевченко, Тауэль-Цизык, Рахат, позади меня Лем. 23 секунды дается для водителей, тех, кто едет по Тауэль-Цизык. Смотрите, какой поток идет по Тауэль-Цизык, то есть после того, как загорается зеленый сигнал светофора, да? Все, вот с той стороны все пусто. С этой все закончилось, но еще у нас есть запасы 5 секунд есть. Время 16.55 примерно. Так, у нас сегодня понедельник. Теперь смотрите, какой поток идет оттуда. Я просто не буду убирать отсюда камеру. В принципе, отсюда вы поймете, да, здесь немного. С той стороны, со стороны базара, получается, у нас автомобилей еще больше идет. Так, ждем. То есть еще раз смотрим, да, для улицы Тауэль-Цизык дается 23 секунды. Салам-салам-салам, пацаны. И теперь смотрим на улицу Шевченко. Там сколько у нас машин собирается, смотрите. То есть у нас сегодня с той стороны, получается, идет большой поток машин. Так, и для Шевченко дается сколько у нас секунд? Вот так. Так, те же самые, даже 21 секунду дается. Для Тауэль-Цизык 23, для Шевченко 21 секунду. Но причем, то при том, что смотрите, какой поток идет, очень большой поток идет от Шевченко. Не сделать бы для, наоборот, Шевченко больше секунд, чтобы как можно больше машин проехало. Как вы думаете? Смотрите. И все, за, буквально за эти 20 сколько секунд успело только проехать три машины. И все. И все, остальные на красный. И опять Тауэль-Цизык у тебя поехал. И опять затор. При том, что еще паркуется около Рахата, получается. Так, Тауэль-Цизык у нас на красный. И Шевченко, вот смотрите. 21 секунда, да? Поехали. Все, и сколько вот? Тридцатка пошла. Опель пошел. Ну и в другую сторону, да, потому что Шевченко в сторону вокзала уходит. И опять у нас заторик, смотрите, там соберется сейчас за раз. В общем, какое-то нужно предложение интересное, пишите в комментариях, предлагайте, как решать вообще загруженность улицы Шевченко.